Письма ваших серий Письма ваших серий Письма ваших серий В этом случае есть выпадающий список, который позволяет вам выбрать один из удобных вариантов. Либо вы отправляете только подписчикам следующих рассылок из серии писем. И впоследствии конечно же выбираете данные рассылки. Либо только подписчикам определенных групп. Либо всем активным подписчикам. Либо подписчикам пришедшим по следующим каналам подписки. получающим сейчас серии писем, либо свободным от получения следующих серий писем. В данном случае мы можем выбрать всем активным подписчикам. Если мы выбираем опцию всем активным подписчикам, список с рассылками исчезает. Если же мы выберем только подписчикам следующих рассылок или серии писем, он опять появляется и у нас есть возможность выбирать рассылки. При этом, опять же, удерживая Ctrl, вы сможете выбрать сразу несколько рассылок. Думаю, вы обратили внимание, что когда мы выбираем ту или иную рассылку, автоматически в ниже расположенные поля подставляются данные. Почему это происходит и откуда берутся эти данные. В первую очередь нам необходимо отметить, что представляют собой данные поля. Обратный имейл-адрес для связи и имя в обратном адресе. То есть это те данные, которые будет видеть подписчик, когда он получит от вас письмо. Почему они подставляются автоматически в случае, когда мы выбираем ту или иную рассылку. Дело в том, что в настройках каждой из рассылок у вас есть возможность указать именно эти данные. Обратный имейл-адрес и имя в обратном адресе. Если вы укажете эти данные, то при отправке письма по списку конкретной рассылки, именно они будут подставляться. Поэтому, если вы выбираете отправку по подписчикам определенной рассылки, эти данные подставляются автоматически, чтобы вы не тратили время на то, чтобы их вводить. При этом вы также можете с помощью следующего выпадающего списка подставить готовые имя и имейл, выбрать ранее использованные пары имени и имейл-адреса. Либо же, опять же, выбрать их из ваших рассылок. То есть из настроек ваших рассылок. Следующий чекбокс позволяет отложить отправку на нужную дату и нужное время. Если вы хотите отложить отправку, просто отмечаете данную опцию, указываете нужную вам дату и время. Положить выпуск рассылки архив – то же самое. Если вы хотите положить выпуск рассылки в архив, отмечаете данный чекбокс и выбираете, в какую именно рассылку, то есть в архив какой рассылки вы хотите положить письмо, которое сейчас будет отправлено вами. И уже второй модуль данного раздела абсолютно идентичен тому модулю, который мы видели при добавлении письма в серию. Здесь также есть ссылка «Загрузить шаблон письма», которая позволяет вам загружать заранее подготовленный шаблон. Есть возможность указать тему письма. В тему письма вы можете вставлять переменный. Есть возможность выбрать приоритет. Но в данном случае вам не нужно выбирать код письма. Его указывать не нужно, потому что вы письмо будете отправлять сразу. Далее идут поля, в которые вы вводите содержание самого письма. Есть ссылки на предпросмотр письма и переменные подстановки данных для содержания письма. Кнопочка «Проверить на спам». Блок, который позволяет вкладывать файлы в ваше письмо, а также загружать новые файлы. И далее идут следующие кнопки. «Отправить», непосредственно, чтобы отправить ваше письмо. «Тестировать», чтобы протестировать отправку данного письма перед тем, как отправлять его по списку ваших подписчиков. И кнопочка «Сохранить как шаблон». В этом случае вам необходимо ввести код. То есть, в принципе, это поле заменяет то поле, которое было здесь, когда мы рассматривали с вами добавление письма в серию. После того, как вы создаете письмо и нажимаете на кнопку «Отправить», оно сразу же начинает отправляться по выбранным вами подписчикам. Это все, что касается отправки одного письма.